«Гоблин, ты решил попиариться на хайпе вокруг Немагии?» Ну, друзья мои, это как-то, мягко говоря, странно. Это вы задаёте вопросы и просите ответить, осветить, так сказать, собственное мнение по данному вопросу. Осветил? И что? Теперь, оказывается, это я на чём-то пиарюсь. Ну, тогда встречный вопрос. Вот я некоторым образом человек, известный в достаточно широких кругах, когда ваши вот эти персонажи снимают ролики про меня, поливая меня дерьмом, это не попытки попиариться за мой счёт, нет? Это у вас никакого возмущения не вызвало или там была правда? Ну, если так, если возмущение не вызывает и там правда, то характерное поведение для малолетних дебилов. Но сразу следом вопрос – а кто такие малолетние дебилы? Это все, кто с вами не согласен? Нет. Малолетние дебилы – это малолетние дебилы в своём психологическом развитии. У гражданина есть несколько этапов. Один из них наступает примерно в 14-15 лет, когда этот ребёнок перестаёт быть ребёнком физиологически, но мозги ещё никак во взрослую жизнь не вошли. Возможно, это покажется кому-то странным, но большинство граждан, они вот это психологическое состояние подростка, как правило, тупого, сейчас объясню почему, сохраняют до самого конца своей жизни. Поэтому малолетний дебил – это не возраст, прописанный в паспорте, малолетний дебил – это состояние мозга, которое с возрастом в паспорте никак не связано. Тебе может быть 15 лет, может быть 25, а может быть 55. Наука – для этого есть специальный термин, называется инфантильность. Я человек простой, не от науки, я их называю малолетними дебилами. Что характерно, и ты их называешь точно так же, и ты их считаешь точно так же людьми неумными, глупыми, суетливыми и прочее, и прочее. Только ты их называешь школьниками, школоло, непонятно почему, школьник – он же тоже человек, у него же тоже мнение, он не дурак, это важно, он изучил предмет и вот высказал своё мнение, на основании чего ты называешь его школьником, может, на основании того, что ты старше, что ли, это даёт тебе какие-то права, тут начнутся рассуждения, что «а я школу давно закончил, я сейчас в институте», сообщаю. «Я школу закончил ещё давнее, чем ты, ещё твои родители не родились, когда я закончил школу, попробуй пообщаться с теми, кто младше тебя хотя бы на 10 лет». Они, обращаю внимание ещё раз, они не дураки, те, кто младше тебя на 10 лет, они просто дети, поэтому они думают не так. Почему подросток думает не так? Потому что у подростка, во-первых, отсутствует жизненный опыт и понимание того, как устроен окружающий мир, а во-вторых, у подростка в башке бушуют гормональные бури, которые не дают ему думать нормально до тех пор, пока из него не сформируется взрослый человек, просто не дают, просто вот истерика, вопли, слёзы, депрессии группы, синий кит, в которые почему-то взрослые не идут, а идут одни подростки. Когда, кстати, говорят про самоубийство детей, то дети очень-очень редко самоубиваются, а вот подростки другое дело. Почему? Ну потому что гормональная буря в башке, потому что человек не владеет собой, несёт ахинею и ведёт себя как дурак малолетний. И это можно наблюдать вот на всех, так сказать, жизненных участках. Что ещё тебе про это сказать? Вот, повторюсь, некоему персонажу лет меньше, чем тебе на 10, и ты не сможешь с ним общаться, потому что вот в твои 25 общаться с пацаном, которому 15, просто не о чем, не о чем вообще. У него совершенно… он фантики собирает, а ты девок за сиськи щупаешь, это разные вещи, он не понимает, все девки дуры, это ему очевидно, и зачем их там за что-то хватать, непонятно. Ну а тебе фантики уже как бы, помягче сказать, неинтересные. Видно ли по поведению подростка в сети, что он подросток? Да, это видно везде, когда, например, преступление совершает взрослый, он имеет задачу что-нибудь украсть, кого-нибудь ограбить, ещё чего-то, зашёл, взял, ушёл. Цель у него – деньги. Если же преступление совершает подросток, вот здесь вот он разрежет, тут он сломает, а здесь навалит огромную кучу говна в самом прямом смысле, потому что он, подросток, таким образом посылает окружающему миру сигнал, что ему на всё насрать. Трудно ли вычислить подростка? Нет, не трудно. Ну а теперь давай к самому главному. Вот тебе, например, 25 лет, а мне 56, и я, повторяю то, что сказал раньше, старше твоих родителей и, каким бы печальным это ни показалось, в ряде аспектов очень сильно умнее. Обладаю специфическим жизненным опытом, который позволяет мне видеть всякое, не всё далеко не всё, но всякое значительно больше, чем тебе в твои 25 лет. Когда тебе наступает 17, ты становишься самый умный на свете, родители – дураки, учителя – дураки, преподы – дураки. Только ты умный. Потом, годам к 30, тебе вдруг становится понятно, что твой папа, понятно, тупорылый, вовсе не такой тупорылый, как тебе казалось совсем недавно, что папа просто взрослый, разумный человек, а раньше ты этого был. Понять не способен, не способен, для того, чтобы понять такие вещи, надо вырасти. А, возвращаясь к самому началу, поскольку большинство не вырастает из своих 15 лет никогда, они так и остаются на всю жизнь малолетними дебилами.